МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хищение бюджетных средств. Ковылкинский суд вынес приговор бывшему начальнику администрации и индивидуальному предпринимателю. Их признали виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Установлено, что в 2020 году между администрацией района и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение капитального ремонта детской школы искусств, памятников Великой Отечественной войны, обустройство парка патриотов, а также противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях в сельских поселениях Ковылкинского района. Однако на самом деле в отчетные документы были включены работы, которые не выполнялись. Туда же было внесено использованное не сертифицированное оборудование и материалы. В результате соучастниками было похищено более 2 миллионов рублей. Деньги они потратили на личные нужды. Приговором суда бывший работник администрации осужден на 6 лет лишения свободы. Соучастник преступления на 5 лет лишения свободы с обыванием наказания в колонии общего режима. Фигуранты взяты под стражу в зале суда. Кроме того, удовлетворены гражданские иски в интересах сельских поселений и городского поселения Ковылкина. Приговор суда в законную силу не вступил. Мальчик из любопытства потушил вечный огонь. Инцидент произошел вечером 19 декабря в Розаевке на улице Маяковского. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мальчик, подойдя к памятнику советским солдатам, бросает снежок в огонь. И спустя некоторое время пламя гаснет. В ходе проводимых мероприятий полицейские установили участника инцидента. Им оказался 10-летний подросток. Как пояснил мальчик инспектором ПДН, проходя мимо мемориала, он решил бросить снежок, чтобы проверить, потух не так он или нет. Известно, что мальчик растет в благополучной семье, но учете не состоит. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение. Жителю Торбеевского района суд вынес приговор за маковую солому. Днем 18 сентября мужчина был остановлен оперативниками на улице поселка. У него был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Согласно результатам экспертизы, проведенной ЭКЦ МВД по республике Мордовия, изъятый является наркотическим средством маковая солома общей массой 30,6 грамм. По словам мужчины, запрещенное вещество он нашел на улице и предполагал сдать в полицию. Приговором суда ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. А также суд возложил обязанность пройти лечение от наркоманий и алкоголизма и медицинскую реабилитацию. Жителя Саранска обманул продавец интернет-магазина. Мужчина дистанционно выбрал понравившийся спортивный костюм и кроссовки по привлекательной стоимости. Перевел продавцу 20 850 рублей. Однако в назначенный срок товар так и не пришел. В ходе проводимых мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Саранск установили причастного к совершению преступления. Им оказался житель Киясовского района Удмуртской республики, осужденный в текущем году на три года лишения свободы условно за аналогичные преступления. Когда-то он действительно владел торговой точкой по продаже спортивных товаров, но из-за финансовых трудностей он прекратил свою деятельность. Позже решил создать онлайн-магазин. Принимал заказы, получал предоплату, однако отправлять товар не собирался. Все полученные деньги тратил на себя. В итоге обманул более 30 человек, в том числе и жителя Саранска. Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Доверчивые граждане не перестают обманываться. Так 22-летний молодой человек попался мошенникам из банка и полиции. Они рассказали о списании неизвестными с его кредитки 190 тысяч рублей. Аферисты заверили мужчину, чтобы отменить операцию, нужно снять свои накопления, а затем перевести на безопасные счета. Молодой человек выполнил указание и лишился 180 тысяч рублей. МВД по республике Мордовия напоминает гражданам. Никогда не переводите денежные средства по указу неизвестных лиц. Официальные представители банковских учреждений никогда не просят вас перечислить деньги на сторонние счета или оформлять кредиты для сбережения собственных средств. При любых сомнениях перезвоните на официальную горячую линию банка или обратитесь в личное отделение. Два пешехода оказались под колесами машин 21 декабря. Первая авария произошла напротив дома номер 50А на улице Коваленко. 15-летняя девочка переходила дорогу по Зебре, когда ее сбила девятка под управлением 38-летнего мужчины. Пострадавшую госпитализировали, а водитель уехал. Но его быстро нашли. А вот во втором случае нарушителя пока не нашли. Напротив дома номер 30 на улице Восенко он сбил 31-летнего мужчину. Пешеход самостоятельно обращался за медицинской помощью. Сотрудники госавтоинспекции Мордовия обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном факте ДТП, с просьбой сообщить все имеющиеся данные в дежурную часть госавтоинспекции по телефону. 24-64-09, 38-57-27 или 02. В тот же день КАМАЗ влетел в стоявший на обочине самосвал. Вечером на дороге Рамаданова-Петина 57-летний водитель самосвала по предварительным данным проявил невнимательность и врезался в припаркованный КАМАЗ с включенной аварийной сигнализацией и соответствующим предупреждающим знаком. Госпитализации понадобилось виновнику аварии. Субтитры подогнал «Симон»!